Всем привет! С вами в студии Петрик и Хаос, и мы проведем очередной выпуск 2.5 аналитика. Подведем небольшие итоги двух турниров, которые прошли вот-вот на выходных. Это ESVC и, соответственно, финалы ESL Pro League. И также затронем PGL EU Minor, который будет на следующих выходных. Да, мне бы, конечно, хотелось бы сразу перейти к ESL Pro League, но так как мы с тобой и договорились, ну давай начнем все-таки с ESVC, потому что этот турнир прошел, ознаменовался для нас с тобой явным фиаско, потому что мы с тобой абсолютно не угадали. Победителем вышла немецкая команда Alternate, в финале против нее играла LDLC, подопечные Existence, тоже всех нас удивили, выиграли практически всех самых сильных, всех самых фаворитов, и дошли до финала, там уступили. Ну, в общем, наши прогнозы были следующими, вы видите их на экране, ни одна из этих команд до финала даже не добралась. Ну, в общем, ESVC для нас прошел очень как-то странно, да? Да, но зато некоторые зрители определенно угадали с победителем на этом чемпионате, и вот сейчас вот ваша минута славы. Кстати, как ты думаешь, что этот успех Alternate на этом турнире, он какой-то обоснованный? То есть команда вышла на Елигу, команда выиграла ESVC, это достаточно крупный ивент. Ну что, они теперь в топ входят или как? Вообще, ребята, вот крепкий середнячок, который постоянно показывал неплохие результаты. Здесь, видимо, у этого коллектива немного поперло со стрельбой, в частности у одного из игроков, который в итоге оказался MVP этого турнира. И, соответственно, этого оказалось достаточно, чтобы обыграть остальные коллективы, которых здесь вроде как бы было много, но, с другой стороны, не было каких-то вот топ-претендентов, которые явно были фаворитами. Вот смотри, мы с тобой выделяли Gambit в преддверии ивента, но ребята не показали того, чему могли. Все-таки первый турнир для них, они вышли из группы, да, с первого места, да, прошли еле-еле поляков Pride в первом раунде плей-офф, но затем как бы все, Finita la Comedia, Space Soldiers без шансов. Ну, видимо, ребята еще все-таки не наиграли свою командную игру, и, ну, замены все-таки дались нелегко пока что парням, и даже, я бы сказал, что даже старый состав сыграл бы немного лучше на этом турнире. Но посмотрим, время еще есть у ребят сыграться. Если они вот кидут в Германию на днях, вот, Acer Predator Masters. Тем более, следующие чемпионаты уже будут более какие-то, более понятны, да, в плане результата все-таки для этого коллектива и, соответственно, для его будущего. Ну, окей, ладно, ЕСВЦ проехали, мы вообще абсолютно не проанализировали достойно этот чемпионат, но вот... Было нечто интереснее просто. ЕСЛ про лига-то, ну, как бы... Ну, там реально круто, тут все-таки... Покажите, пожалуйста, наши прогнозы перед этим чемпионатом. Пришел тот час, когда Петрик действительно угадал сразу два коллектива, которые бились в финале. Спасибо, спасибо, спасибо. Ну, наслаждайся на самом деле, это довольно редкое зрелище, поэтому приятно. Ням-ням-ням на самом деле. Ну, мало того, что Петрик угадал победителя, Петрик угадал вообще двух финалистов. И СК, и Клауд Найн, на которых я делал ставку, в итоге дошли до финала. Ну, честно, я не ожидал, что такой вариант возможен. Я думал, что либо та команда, либо та, но я был приятно удивлен. И тому, как в групповой стадии себя показали оба этих коллектива, и то, как они показали себя в плей-офф, в первую очередь Клауд Найн. Безусловно, они и до этого показывали нам периодически очень крутую игру. И мы говорили о том, что они могут соперничать с самыми сильными, но им нужно вот добавить в плане психологии. То есть им нужно психологически настроиться на игру, чтобы не потерять свои силы, свой навык в ответственных матчах. Потому что состав там очень молодой, и иногда они начнут волноваться, и в итоге показывают половину того, чего могут. Но на этом чемпионате они раскрылись. Аутематик просто бог-звезда. Стюй ничем не хуже Аутематика. Шрауд, что немаловажно. В последнее время у Шрауда были проблемы вот именно в плане психологии. Он часто на ланах показывал такую себе игру, при этом в онлайне жестко раздавал. Шрауд включился, Скадуду, что немаловажно. Парень, которого я готов в пух и прах критиковать все это время. Ну, он не звезда, но периодически карту он тянул. Фраги давал. Ну и Nothing, конечно, старина. Молодец тоже. Ну, Клауда Красава на самом деле действительно очень заслуженно выиграли этот турнир. И стоит заметить, что это седьмой турнир к ряду, когда выигрывает каждый раз новая команда. Именно крупный. Да, крупный, крупный лан. Если не считывая, там какие-то мелкие, да, на самом деле. То есть это нечто невероятное, и это говорит нам о какой-то рандомности такой, да. Кто следующий? Да, вот сейчас нет какого-то явного фаворита, который выигрывает все турниры. Это клево. Как это было полгода назад. Действительно, это клево, потому что каждый матч это какая-то, может быть, сенсация, какие-то неожиданности, и очень сложно предсказать все-таки итог турниров, но мы именно это здесь и пытаемся сделать. И, кстати, много зрителей все-таки были правы, как и ты. Да, я, кстати, был удивлен. Ребята действительно верят в Cloud9. То есть не слепые фанбои, как я, они реально верили в них. И это меня порадовало. Ребята, молодцы. Ваша минута славы прямо сейчас, собственно, происходит. Но и помимо этого было много смешных комментов, да? И, кстати, тебе, да, Томокас Севбо задал загадку. Если бы у тебя было 10 долларов, и ты мог бы поставить на Cloud9 или сохранить деньги, ты бы поставил на них? Я всегда поставлю последние деньги на Cloud9. Но это ты просто знаешь уже результат. На Ашерах не поставлю, на Cloud9 легко. Это ты уже просто знаешь результат, еще раз. Ну и также жалуется все-таки паренек, что он в прошлый раз выиграл со своим прогнозом, но мы его не показали, поэтому вот лично тебя сейчас вот показываем крупным планом. Не, мне больше всего, знаешь, какой коммент понравился? Парень перед чемпионатом посмотрел наш видос и говорит, это не впервые никто не угадал, а впервые хаос не угадал. Ну вот тебе, получай. Разобрался, как боженька просто с ним. Ну и тебе там даже собирались уже скинуть деньги на мороженое мне. Но нужно деньги скидывать ему. Я дам свои реквизиты, да. Ладно, давай, хватит баловаться комментариями. Что-то аналитики там еще было смешно? Один паренек просто реально пижамку потерял на этом. Его ник был Jamal Jamalius как раз. А, он на Нипов поставил? Семь лет ему бабушка подарила пижаму. И он ее поставил на Нипов. Поставил и потерял. Печально. Ну такое бывает действительно. КС немного ритомит в последнее время. А что же с Нипами случилось? Ну вот они играли, играли, они выиграли первого гардового СК. Я тебе скажу, я вот пригорел немного с этих Нипов, что случилось. Я тебе скажу, это фрайберг, это просто какое-то выглятие. Ну паренек, слушай, из 18 ланов последних он сыграл только один в плюс. Это не смешно. Это реально не смешно. А что мы в хоккей там? Тиммейт у тебя в команде. И я не знаю, как все-таки Нипам бороться с другими топ-коллективами, когда вот у них вот такой вот якорь. А ты вспомни, у них в свое время был FIFLAREN, якорь жесткий, и они выигрывали все ланы. И фрайберг тоже. Не, ну это еще было, знаешь, когда вообще никто не играл. Я еще в школу ходил. В Counter-Strike, да, Global Offensive. Но сейчас времена другие. Очень много коллектива задрачивают очень плотно, просто по 12 часов в день, круглые сутки. И здесь нужно, чтобы все пять игроков включались постоянно. Фрайберг этого не делает. Здесь Гетрайт был молодец в этом чемпионате, но его одного не хватило. Я хотел бы немного затронуть тему музов. Я как раз ставил именно на эту команду. И то, что я говорил, если включится Ника, ребята действительно потащат этот чемпионат. Испанец, которого они взяли в пятом, у меня не было в нем сомнений. Ловел молодец, да. Он просто очень круто отыграл этот чемпионат. Находится там, да, в топ-3, по-моему, в статистике. Да и Миксуал тоже там из команды Optic в топе. Испанцы красавчики, да. Но вот Ника как раз этого босница не хватило на таком крупном лане для того, чтобы Маузам все-таки победить. Да, обычно мы видим, как Ника чуть ли не лидер своей команды. Да нет, мы видим, что он практически всегда лидер своей команды. По тридцатке, там супер-мега куча фрагов. Но в этот раз это было не то. Но тем не менее, Мауза вышли из группы, дошли до полуфинала. То есть для них это неплохой результат. И то, что Ника не раскрывается на полную в ответственных матчах, это не впервой. Такое достаточно часто было. И это камень преткновения команды Мауз, которая вот застряла в этом промежутке между Тир-2 и Тир-1. И вот где-то там она балансирует. Но я думаю, что однажды наступит тот день, когда тот же Ника все-таки переступит через себя и будет раскрываться на полную и в таких матчах. Ну вот как, например, это было с ребятами из Cloud9. Что ж, бразильцы, СК. Многие ожидали именно от них победы на этом турнире. Ну вот я посмотрев на их матчи, на их статистику, вообще в целом я как-то не увидел сильной индивидуальной подготовки именно к этому чемпионату. Ребята хороши, как и прежде, командой. И это говорит даже о том, что вот, например, в топ-10 игроков по статистике находится только Калдзера один. И то он далеко даже не первый, там в районе 8-9 места. И этого было достаточно для того, чтобы СК оказались в финале этого турнира, где все топ-коллективы. То есть командой они реально работают. Индивидуально все-таки немного подкачали. Да даже тот же Калдзера. Мы помним, когда они выигрывали два мейджора к ряду, у него был рейтинг 1.35. Здесь немного не хватило парня. И, в частности, других, соответственно, его тиммейтеров. Мне кажется, вот это вот основная загвоздка, почему они все-таки... Еще, как вариант, возможно, просто много турниров СК посетили в последнее время. И у них не было времени сделать какой-то анализ. Потому что только Ферр вылечился, они сразу поехали на чемпионат. После него вернулись, поехали опять на чемпионат. Перелеты, переезды. При домашней публике они показали свой максимум того, что они могут. В финале Клауд Найн их закрыли очень уверенно. Там и на первой карте камбэк был. 13-2 вели Клауда. Каким-то образом внутри нельзя камбэчить. Благодаря, возможно, вот этой поддержке публики. Потому что фанаты бразильские были вообще изумительные. Там и кричалки, и даже были с голым торсом фанаты. В общем, сразу видно, что страна, которая умеет поддерживать своих. Возможно, это помогло и в полуфинале против НИБС делать камбэк. Проиграв первую карту, выиграть две остальные. В общем, СК пока не в лучшей форме. Но я думаю, что если дать им какой-то месяцок без турниров, они вернутся и будут показывать игру на уровне той, которая у них была во время их победы на двух мейджорах. И странно, что в одной из своих не лучших форм оказалась именно на этом турнире команда Дигнитас. Они выиграли предыдущий ламп. У них то же самое, понимаешь? И тут просто вот такая вот какая-то неожиданность. Ребята просто банально не выходят из группы. У них то же самое, как у СК. И при этом, я прошу заметить, что Мэджиск Бой первый вообще на этом турнире. Рейтинг? Да, первый рейтинг. То есть он, как и прежде, просто наказывает безбожно. Но этого недостаточно. То есть ребята все-таки немного где-то выдохлись. И я считаю, что основная проблема все-таки вот Дигнитас, конкретно на ESL Pro League, оказался именно Мираж. Ребята было видно еще, вот если помнишь, нет, тебя-то тогда как раз не было. На Олимпийском эти ребята играли Хероик на Мираже. И, соответственно, там была очень тяжелая борьба, и было видно, что Мираж у этой команды не доработан. Они не знают, где брать снайперскую винтовку, где ее использовать. Здесь действительно, ну, брали, да, брали АВП, но в целом видно, что у них и за атаку, и за дефенс все-таки не все идет так гладко, как хотелось бы. И вот они проиграли всего-навсего три карты в этом чемпионате, две из них Мираж. И просто они вышли из группы. Вот так вот обидно закончился, на самом деле, для них финал ESL Pro League. Есть еще команда Immortals, которую тоже сложно забыть, потому что у них в команде есть великолепный игрок, который недавно был не игроком вовсе, был тренером и выигрывал мейджеры. Такое впечатление, что он и сейчас ты не игрок. Да и сейчас, да, мы уже поняли о ком. Я думаю, вы тоже поняли о ком. Это парень с ником ZEVS, не путать с украинским ZEVS, это португальский ZEVS, экстренера СК, но на этом чемпионате он ужасно отыграл. Я не знаю, я бы сел, наверное, получше сыграл бы. Рейтинг 0.5. То есть он убил в среднем фраг за два раунда. Слушай, у парня за четыре игры минус 45 килл дифференс. Это вообще что? Я не знаю, я не представляю. Я говорил про Фрайберга якоря, забыл. ZEVS это просто настолько тяжелый якорь, что вообще его никуда не вытащить. Да, судно под именем Immortals никуда не уплывет с таким якорем. Пришли за Макфлури Петрика, за его победой, и вот мы общались по поводу Immortals. Классная команда, есть потенциал. И это было доказано даже на предыдущих турнирах, еще когда они не взяли ZEVS в команду. Они выиграли несколько турниров. Хорошие результаты показывали на других против топ-коллективов. И тут просто ZEVS в команду с рейтингом 0.5. Удачи, парни, GGBB. Да, ну хорошо. Дальше у нас минор европейский. Там будет 8 команд. Это, так сказать, после азиатского, кстати, который тоже на этой неделе проходил, выиграли Тайлу. И Ирина Гейтс тоже выиграли квоту на закрытые квалификации. Сейчас время Европы. 8 коллективов, среди них команда Hellraiser, за которую будет болеть, наверное, все СНГ. И вот из 8 коллективов тоже 2 получат квоту в закрытой квалификации на мейджор. Дело пройдет в Бухаресте с 4 по 6. Видели вы на экране, да? Ноября, то есть уже совсем скоро. Ну, давай, твои мысли, как ты считаешь? Начнем с групп. Есть две группы. Первая группа Hellraiser, Epsilon, Enz и Heroic. Парни, кстати, оказались неплохие. Тот ник, о котором мы сказали, что замена произошла у них, оказался действительно очень хорош по статистике. Хотя бы как минимум. Они проиграли Академии Фнатик. Да, но при этом проиграли Академии Фнатик. То есть, с одной стороны, сильно индивидуальные игроки. И Вальда тоже. Ну, Вальда хорош. До сих пор на уровне играет. И Нико классного парня взяли. И при этом как-то всего недостаточно. Они проиграли Академии Фнатик. Довольно смутное какое-то положение у них сейчас, да? Они проиграли Академии Фнатик. А я тебя услышал с первого раза, еще до эфиров. Академии Фнатик проиграли. Что? Оказалось, в принципе, не такая плохая уже. Есть вторая группа, давай, да? Space Soldiers, соответственно, Атакс, LDLC и Godsend. Это топ-3 ESVC. Вот только-только финалов, да? И Godsend. В принципе, группы, я считаю все-таки, что они приблизительно равны. Да нет, абсолютно не равны. А я считаю, что равны. Группа там, где Space Soldiers, там, где Alternate, LDLC и Godsend, она сильнее на голову. Группа там, где Hellraiser. Вот Hellraiser в этой группе явные фавориты. Это удивительно, потому что тут против них Heroic и Epsilon, две команды, нет, Heroic и Ense. Это две команды, которые проигрывают Академии Fnatic на ESVC. Ну, представьте, вы вот знаете хоть одного игрока Академии Fnatic? Академия Fnatic? Это просто, это стыд и позор проигрывать подобным командам на лане. Ладно, я, конечно, понимаю, что это все-таки Академия Fnatic. Fnatic такая большая солидная организация, но там, кроме Плессена, который несколько карт сыграл за основу, там нет вообще абсолютно никаких людей известных. То есть это абсолютно тир, наверное, 4-5 Европы. Они им проигрывают на лане в преддверии минора. Ну, из заслуг... Ну, это тир-3. Это тир-3. И, в принципе, вот для уровня ESVC, как оказалось, этого может быть даже где-то достаточно, чтобы обыгрывать какие-то равные команды. И вот сейчас они, причем уверены... У нас Плессен Минор чем-то похож вот на уровне ESVC, только где-то вот с уровня топ-8. Согласен? Ну, да. Как раз те же коллективы на самом деле, даже тот же топ-3 в одной из групп. Поэтому, в принципе, довольно интересен турнир будет. И мы видим, что CS довольно рандомен сейчас, как в высшей лиге, в топ-коллективах, да, топ-8. Так, мне кажется, что это сейчас будет происходить точно так же у нас на этом турнире. Ну, мне кажется, что вот пара команд, которые выигрывают европейский минор, будет иметь хорошие шансы выйти на сам мейджор. И если бы, например, какие-то две из этих команд вышли на мейджор, то было бы, в принципе, неплохо. Вот скажи, вот увидеть, например, те же Годсент на мейджоре, вполне нормальное явление. И турки Space Soldiers, как по мне, тоже заслужили. А Годсент я не хочу увидеть там. Серьезно. У меня больше желания увидеть, допустим, даже каких-то героек. Потому что Годсент, вот как это, столько шума было создано, столько пыли какой-то, просто из ничего. Вот реально, коллектив оказался просто пустышкой. Они выдернули, разрушили такую сильную команду, как Фнатик, за которой, я уверен, много зрителей. Нам было интересно наблюдать все время. И при этом просто создали нечто вообще пустое, безжизненное и вообще неработоспособное. И вот мне хочется, чтобы их немножко поднаказала за это судьба. И ребята, чтобы вообще не попали даже на квалификации банально. Ну окей, ты готов переходить к предикшенам? К нашей любимой рубрике с тобой? Конечно. Ну в этот раз, как бы, я тебе даю право. Ты понял, что работает право первого слова. Давай, давай, давай. Я поставлю все-таки свое слово первое на Space Soldiers. Та-да-да-да. То есть ты думаешь, что команда Space Soldiers выиграет европейский минор? Я был впечатлен, кстати, один из комментариев был вот к прошлому нашему турниру, что я был впечатлен турецкой армией в Турции. Написал Тимур Еремеев на минуточку. Но нет, на самом деле я был впечатлен количеством алкоголя и не турецкого, который выпивает наш народ в Турции. Это реально много. Но также я впечатлен к Санта-Росам. Я все-таки хочу увидеть этих парней на закрытой квалах. Окей, значит, ты думаешь, что победят Space Soldiers? Да. Хорошо, хорошо, хорошо. Ну я тогда ставлю, что европейский минор выиграет команду Hellraisers. Ты же сказал Гацент до этого. Нет, ты сказал Hellraisers до этого. Ашер, вперед, я верю в вас. Вы самые лучшие, вы чемпионы, вы порвете без шансов на этом европейском миноре, потому что у вас в группе мясо, которая не умеет играть и прыгать в Академии Фнати, на котором можно классно разыграться и потом выйти в плей-офф, там выиграть несколько бестов-три и все. Европейский минор, тем более, ребят, есть опыт побед на минора. Во Франции, по-моему, в Туре выигрывали, да, когда он был. Конечно. Поэтому, в принципе, почему бы и нет, Ашер мой пик. И по второй команде, да, как и дорогие зрители наши могут также сделать, я выберу все-таки Атакс. Мне кажется, вот эта плюс мораль, она должна дать сил команде выступить второй турнир к ряду, вот так вот очень успешно. Я все-таки считаю, что пора вот эти вот рандомность вот эту убирать. Вот выиграла Атакс до этого СВЦ, и вот сейчас вот могут второй турнир туда. Но я вот сейчас думаю, кого пикать все-таки команду Экзистенса, которая в последнее время очень классно играет, и он действительно этот бельгийский капитан очень многое дал молодым ребятам, и они заиграли вместе с ним. Или все-таки пикнуть Готсенд, который за счет характера может быть, и тем, что все-таки классом они повыше. Как минимум были где-то некоторое время назад. За счет этого будут выигрывать. Не знаю, я пикаю Готсенд. Я верю в то, что все-таки ребята с возвращением лекров в состав каким-то образом заиграют получше, и все-таки у них там ребята достаточно опытные, и у них есть отличные шансы выиграть турнир. Мой второй пик — команда Готсенд. Ну, а теперь пикайте вы. Да, пишите в комментариях, как вы думаете, кто выиграет европейский минор в Бухаресте, победители, те, кто угадает чемпиона. Обязательно появятся у нас в выпуске в следующем. Да, пишите нечто интересное. Мы всегда читаем, на самом деле, ваши комментарии, самое интересное записываем и потом озвучиваем. Да, ну что ж, спасибо тебе, Алексей. Спасибо вам, дорогие наши зрители. Это была программа «Два с половиной аналитика». Впереди европейский минор. Будем его вместе с вами смотреть. Ну, а пока, до скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok